Выплаты неучтённых вознаграждений, которые в народе называются зарплатой в конверте или серой зарплатой, на особом контроле у налоговых органов. За семь месяцев текущего года управлением камеральных проверок проведён анализ на предмет выявления и пресечения таких фактов, а также фактов несвоевременной выплаты заработной платы. По результатам анализа в отношении 22 субъектов хозяйствования установлены нарушения, указывающие на факт неуплаты подоходного налога, в связи с чем в адрес данных плательщиков направлены соответствующие уведомления. Плательщиками внесены исправления в налоговые декларации. Сумма доначисленного подоходного налога составила более 600 тысяч рублей, сумма пени – 16 тысяч рублей. Самое печальное, что крайними в схеме с неоформленными или оформленными на полставке сотрудниками остаются сами работники. Причём последствия такого сотрудничества могут навредить работнику не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе. Наниматель принимает работу работника по устной договорённости и вообще выплаты производит, минуя всю бухгалтерию. Здесь в этом случае, соответственно, не уплачивается подоходный налог, страховые платежи. Соответственно, получая такую зарплату в конвертах, работник лишается многих прав и социальных гарантий, предусмотренные трудовым законодательством. Более того, вообще существует риск данную зарплату не получить. Выходит, что соглашаясь на сомнительную сделку, сотрудник в конечном итоге не выигрывает, обманывает только самого себя. Поэтому следует хорошо подумать, прежде чем принять эти компромиссные условия. Продолжение следует...